Всем привет, друзья! Рубрика Семидоли стучится к нам, и сегодня у нас ну очень красивое растение, корнями уходящее в середину прошлого века. По одной информации, а по другой информации в середину позапрошлого века в Китае, откуда оно перебралось в Англию, а дальше уже на территорию бывшего СССР. Не нужно нукать, мякоть же, мякоть, потому что это растение лично для меня представляет интерес с позиции бансаи. Да-да, это те полузасохшие кривые низкорослики в хендмейдовых керамических плошках. И, кстати сказать, черенки я уже без посторонних глаз нарезал и поставил укореняться, так что тссс, впитываем глазами информацию. Итак, сибирская сакура, китайская махровая слива, луизиания, японская вишня, которая, кстати сказать, совсем не вишня, а больше сливы вообще миндаль. Миндаль трехлопастный, просто цветы розовые и их много. Итак, этот миндаль имеет вид небольшого деревца, высота не более трех метров. На плодоносных ветвях растут листья, которые локализуются пучками и имеют нечеткую трехлопастную форму, отсюда, как мы понимаем, и название. Все великолепие этого растения заключено в 2-3 недели его цветения в начале мая, которое, в принципе, все дальнейшее существование эти 2-3 недели они окупают. Когда весь куст словно гигантская розовая нахлобучка или как шматок сахарной ваты радует глаз цветов, ну очень многое они есть до появления листьев. А потом листья и весь все лето, весь сезон куст стоит зеленый. Плод миндаля трехлопастного имеет округлую форму в диаметре не более сантиметра с костью. Плоды не едят, потому что они сверх кислые, хотя есть сорта со съедобными плодами. Любит луизиабляне, прошу прощения, луизиане, солнечный свет и не любит сквозняков. Сибирской сакурой назвали это растение, потому что оно морозустойчиво, по факту и минус 35 может выдержать без всяких прикрытий и укрытий. Развести миндаль можно с помощью побегов, которые лучше срезать зеленый. Размножение возможно также с помощью прививок, корневой порослью или отводками. Основной пакостник, который может доставить неудобства, это тлян. Также непрочно растение поселится серая гниль, которую нужно вовремя обнаружить и все прожженные побеги удалять. Как я уже сказал, есть разные сорта этого растения. И если хотя бы глаз радуется, когда вы на него смотрите, напишите об этом в комментарии. Ну а с вами был Aquaman, увидимся совсем скоро в новых видео. Всем пока-пока, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok